Приятного времени препровождения! С вами, как всегда, Козел Альпийский. Это серия роликов новейший Мистер Шакал. Будет несколько роликов на эту тему, которые я обозначу в сегодняшнем ролике. Она будет называться Мистер Шакал и подвал. То есть, да, такой вот есть особенный подвал. Подвал находится в офисном здании у Мистера Шакала. Я уже скольфо упоминал, что там у него и крысы, и пауки. А пауков еще не упоминал. Да, про пауков будет отдельно. В общем, довольно интересно это место. У него там трубы проложены в этом подвале. Довольно это объемное помещение. Начнем с того, что здание, ну скажем так, находится в центре Петербурга. Петровское так называемое здание. По старым связям, еще Минотавровским, оно довольно дешево арендуется. Они около 100 тысяч в месяц платят. Это очень-очень дешево для аренды в Питере. И такого здания обычно гораздо-гораздо больше это стоит. Но вот как бы Мистер Шакал по старым связям столько платит и как бы радуется. Здание это двухэтажное. Два этажа плюс подвал. На втором этаже заседает Шакал. Когда он там присутствует, на первом этаже сотрудники. В подвале, как правило, хранятся образцы. То есть у них фирма строительная. Там, как правило, хранятся... Ну, все, что, короче, связано со строительством объектов. Там все хранится. Но всегда там такая полутьма. И вот Мистер Шакал, он... Как бы я напомню, что Мистер Шакал с детства... Ну, у него немножечко с головой. Варвар головного мозга. И гаррет головного мозга. То есть иногда он может почувствовать себя варваром. Так... Я тут самый главный! А иногда он может почувствовать себя гарретом. Таким скрытым вором. Может пробираться куда-то. Накидывать на себя мантию какую-нибудь, да? То есть вот и этот самый подвал Мистера Шакала. Он... Что-то вроде его тренировочного. Вот как у гаррета была его часовая башня. В свое время у Мистера Шакала еще был чердак. Я, наверное, сделаю перезалив серии Мистер Шакал Повелитель Крыс. Потому что там... Ну, эту серию мало кто видел. Тогда у меня канал был маленький. У меня не так много было человека. А серия эта очень классная. Я хочу, чтобы новые люди ее тоже посмотрели. Да, потому что серия эта старая. А старая редко кто пересматривает. Настолько старая она очень давно вышла. В общем, в ней я расскажу о чердаке Мистера Шакала. Но вот... Значит... После того, как Мистер Шакал потерял туда доступ, у него появился вот этот вот подвал. Его тренировочный. Вот, значит... Мистер Шакал первый раз, когда туда попал, я уже рассказывал. Он перекрывал там трубы, которые прорвало. Чинил их там, бегал, ревел. Ему и так понравилось, что... Когда он приходит, приезжает в свое здание, нет никаких срочных дел. Он все время спускается в подвал. Второе веселое времяпрепровождение Мистера Шакала в этом подвале. Наоборот, Гарри там притворяется, то есть он там прячется и имитирует скрытное нападение. То есть, вот знаете, как в серии древних свитков можно качать, ну, так вот, глазик, да, чтобы вас заметили, вас не видно. Вот так вот приседать и кратиться. И вот Мистер Шакал, короче, так вот присаживается в этом подвале среди образцов. Ну, представляете, да, как чувак с длинными патлами до пояса и огромным пузом может присаживаться. И как он при этом выглядит. Как правило, еще он делает это босиком. То есть, вот такое-такое вот создание вот непонятное такое, выглядящее, неизвестно как кто, сидит за углом. Я уж не знаю, ну, вроде как он никого не напугал, он, ну, стесняется нападать на своих сотрудников. Естественно, кто будет работать, кто будет деньги ему приносить. Хотя, мне кажется, Мистер Шакал, он об этом не заботится. Как я уже говорил, у него уже большой счет такой банковский есть. И вряд ли он, ну, даже если бы он перестал работать, ему до конца дней бы хватило. Потому что Мистер Шакал все-таки на себя шибко не тратится. Да, вот он купил себе доспехи, да, проспонсировал турнир какой-то. У него есть дорогая машина, но я думаю, что в случае чего он бы пересел на дешевую машину и продал бы эти доспехи и все остальное. И спокойно бы ему, кроме как интернет, ничего не надо. И кроме как вот этот подвал, где он там тренируется. Так что вот первый ролик о подвале закончен. Более подробные ролики будут следующие. А на сегодня все. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok